Как защититься от негативных внушений? Достаточно заглянуть в газету, чтобы у любого более или менее чувствительного человека появилось чувство озабоченности, страха, безнадежности и отчаяния. Тот, кто позволит таким мрачным мыслям одержать верх над собой, тот подвергает опасности свою волю к жизни. Поэтому исключительно важно знать, что позитивное самовнушение является эффективной защитой от всех негативных влияний. Проверяйте время от времени, не пытается ли окружающая среда негативно повлиять на вас. А если пытается, то как? Вы совсем не беззащитны перед разрушительной силой чужого внушения. Внушение со стороны бывает в каждой семье, в каждом офисе, на каждой фабрике, в каждом коллективе. Вы сможете констатировать, что многое в нем служит одной цели – направить ваши мысли, чувства и дела во имя и на пользу других. Выводы Думайте о хорошем, и оно осуществится. Если же вы будете думать о злом, то придет зло. О чем бы вы ни думали, ваши мысли – это вы сами и то, как вы поступаете каждую минуту своей жизни. Ваше подсознание не возражает. Оно принимает то, что предлагает ему ваше сознание. Если вы скажете, я не могу себе этого позволить, то даже если это в тот момент и соответствует действительности, вы все же не должны сохранять в себе эту мысль. Решитесь на позитивное мышление. Эта вещь будет мне принадлежать. Я знаю, и это правда. У вас есть свободный выбор. Выбирайте здоровье и счастье. От вас зависит, хотите вы быть приветливым или неприветливым. Покажите себя готовым к помощи, радостным, дружелюбным, любезным, и весь мир будет за вас. Нет более удачного пути, чтобы стать приятным человеком. Ваше сознание – это сторож у ворот. Его главная задача состоит в том, чтобы уберечь ваше подсознание от вредных впечатлений. Внушите себе убеждение, что может произойти хорошее и что оно уже происходит. Ваша самая большая сила заключается в свободе выбирать решение. Выбирайте счастье и достаток. Внушения и мысли других людей не могут вам навредить, потому что только ваши собственные мысли имеют власть над вами. Вам лишь следует отклонять внушения и мнения других и концентрировать ваше мышление всецело на позитивных вещах. Только вы определяете вид вашей реакции. Тщательно обдумывайте свои слова, так как каждый необдуманный шаг отомстит вам. Никогда не говорите «это плохо кончится, я потеряю место, я никогда не смогу заплатить за квартиру». Ваше подсознание не позволит вам шутить с собой. Оно реализует каждую из ваших мыслей. Ваш ум ни злой, ни плохой. В природе нет злых сил. От вас самого зависит, как вы используете силы природы. Используйте свой ум, чтобы приносить всем людям благо, исцелять их и вдохновлять на хорошие поступки. Никогда не говорите «я не могу». Преодолейте свой страх с помощью следующих слов. Благодаря бесконечной силе моего подсознания для меня нет ничего невозможного. Ориентируйте свое мышление на вечные истинные принципы жизни. И не позволяйте ослепить себя страхом, незнанием и суеверием. Не позволяйте, чтобы вашими мыслями кто-то командовал. Думайте и решайте самостоятельно. Вы полновластный хозяин вашей души или подсознания и вашей судьбы. Всегда помните, у вас свободный выбор. Выбирайте жизнь. Выбирайте любовь. Выбирайте здоровье. Решайтесь на счастье. Чтобы ваше сознание не посчитало правильным, и во что бы оно ни поверило, подсознание сочтет это истинным и осуществит. Верьте в добрую звезду, божественное внушение, правильность своего решения и во все блага жизни. Давайте еще раз вспомним о том, что подсознание день и ночь беспрежевно работает совершенно независимо от какого-либо сознательного воздействия на него. Оно строит ваше тело и сохраняет его. Причем вы даже не замечаете этот беззвучный процесс. Но этого и не нужно, потому что в сознательной сфере вы ведь имеете дело не с подсознанием, а с вашим сознанием. Таким образом, вы прежде всего должны убедить свое сознание в том, что судьба подарит вам только самое лучшее, если вы направите свои мысли только на хорошее, прекрасное, благородное, истинное и справедливое. Поставьте свое сознательное мышление на исключительно позитивную основу, глубоко веря, что ваше подсознание беспрерывно занято тем, что выражает и реализует ваши мысли. Как труба придает форму, вытекающей из нее струи воды, так и привычный для вас образ мыслей дает вашей жизни направление и смысл. Поэтому скажите себе с глубоким убеждением. Бесконечная целительная сила моего подсознания наполняет все мое существо. Она проявляется в виде гармонии, здоровья, мира, радости и материального благополучия. Смотрите на свое подсознание, как на бесконечно мудрого и заботливого товарища, который сопровождает вас всегда и везде. Верьте всем сердцем тому, что его силы оживят вас, сделают более просвещенным и осыпят благодеяниями. Оно предоставит их в ваше распоряжение, потому что каждому человеку воздается по вере его. И так ваше подсознание управляет всеми жизненно важными процессами вашего организма и знает ответ на все вопросы. Перед тем, как идти спать, дайте своему подсознанию определенный приказ, и вы сможете убедиться в его чудодейственной силе. Что бы вы ни внушили своему подсознанию, это появится на образном экране пространства и времени в виде условий среды, состояния или события. Поэтому вы должны тщательно проверить мысли и представления своего сознательного мышления на их негативное или позитивное содержание. Что касается действия и противодействия, речь идет об общеупотребительном законе. Действие сознания исходит из вашей мысли, а противодействие состоит в автоматической реакции вашего подсознания на соответствующие мысли. Разочарование – это не что иное, как результат неутоленного страстного желания. Если ваши мысли постоянно заняты трудностями обстоятельств, то ваше подсознание будет соответственно и реагировать. Таким образом вы только разрушите собственное счастье. Чтобы направить ритмичную и гармоничную энергию принципа жизни на свое бытие и существо, вы должны сказать себе с глубоким убеждением. Я глубоко верю, что бессознательная сила, которая внушила мне это желание, уже намеревается осуществить его с моей помощью. Эта волшебная формула решает все трудности. Из-за озабоченности, страхов, опасений вы можете нарушить нормальный ритм вашего сердца, легких и других органов. Наполните свое подсознание гармоничными, здоровыми и устремленными к покою мыслями, и все функции вашего организма вскоре опять нормализуются. Приучите свое сознание к тому, чтобы оно видело в вашем лице баловня судьбы, и ваше подсознание в точности осуществит это представление. Создайте в своей фантазии живую картину желаемого успеха, и всем сердцем ей радуйтесь, потому что ваши чувства и представления будут восприняты вашим подсознанием как факт и осуществятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok